Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам» в студии Галины Топилина. Постоянная тревога, навязчивые мысли, идеи и действия. У этого состояния есть название «Обсессивно-компульсивное расстройство». Сегодня разберемся в этом более подробно, как распознать и как помочь. В гостях у нас сегодня психотерапевт Владислав Андропов. Владислав, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, для начала немного теории. Расскажите, пожалуйста, что же это такое обсессивно-компульсивное расстройство? Ну, для удобства будем его называть ОКР. В чем проявляется это состояние? Обсессивно-компульсивное расстройство, или, как сейчас модно говорить, ОКР, это расстройство невротического спектра в первую очередь. Но, опять же, симптоматика обсессивно-компульсивная, она бывает и при различных других расстройствах. И тут, конечно, очень важна диагностика. Состоит оно из обсессий и компульсий. Обсессии – это навязчивые мысли, компульсии – это как бы стереотипные навязчивые действия. То есть, обсессии, они в основном разделяются на о светлом, о чистом такой вот перфекционизм и о грязном, скверном, таком социально неприемлемом. То есть, это навязчивые мысли. То есть, они бывают этически нейтральные и как раз-таки этически контрастные. Этически нейтральные – это в основном страхи о загрязнении, о заражении, там какой-нибудь, например, болезнью или инфекцией. Страхи о том, что, например, человек может подавиться или проглотить какие-то несъедобные предметы, как-то они могут ему в организм попасть. Это страхи о том, что можно там затопить, например, соседей, забыл закрыть кран, или о том, что оставил включенным утюг, забыл закрыть дверь. Ну, такие самые распространенные. И уже, конечно, другие контрастные, табуированные и как бы скверные – это страх убить, например, человека, страх убить близкого человека, страх убить своего ребенка, страх причинить вред кому-то из близких, ребенку или даже просто чужому человеку, страх причинить себе вред или совершить самоубийство, страх сойти с ума, страх просто умереть, страх различных социальных, сексуальных перверсий. То есть, там, страх, например, стать педофилом или гомосексуалистом, или что угодно абсолютно на почве различных, ну, различных, как бы, сексуальных таких вот искажений. Различные богохульные мысли и образы, страхи инцестозного характера, то есть, когда там у человека появляются навязчивые мысли и страхи о том, что вот он может совершить, ну, у него могут даже просто появиться какое-то, например, желание или влечение к своему близкому родственнику. Если брать компульсии, то там разделение, то есть, это навязчивые действия, стереотипии, повторения, то там тоже есть небольшое разделение. Вот эти компульсии, они бывают внешние, то есть, ритуалы. Человеку нужно там обязательно в каком-то порядке расставить вещи, это несет какой-то символизм, обязательно нужно помыть энное количество раз руки, только тогда, как бы, вот эта тревога, связанная с ОКР, она уходит. Это могут быть счет, слух, определенные ритуальные действия, перешагивание через порог, потрогать там дверную ручку определенное количество раз и прочее. Это у каждого человека сам себе это придумывает. Внутренние, такие скрытые, это больше ритуалы, связанные с чтением каких-то своих выдуманных, там, может быть, даже молитв, мантер, каких-то различных поговорок, тоже внутренний счет определенный или повторение определенных слов из себя внутри, когда тоже человек себе вот таким ритуалом облегчает тревогу, связанную с ОКР. Ну, это вот, я считаю, такое основное, что нужно знать по поводу обсессивно-компульсивного расстройства. А в какой момент эти мысли и действия становятся диагнозом? Вот, мне кажется, каждый человек в той или иной степени живет с какими-то там тревожными мыслями, опасениями. Но если представить, вот, например, шкалу какую-то, где вот мысль возникла, ну, на нуле, на единичке, на двойке, как понять, что… Ну, вот смотрите, как бы, тут, конечно, очень вариабельно, но, в принципе, если навязчивые мысли, это мысли, которые появляются у человека по нескольку раз в течение дня, например, она уже становится навязчивой. Если это длится, одна и та же, например, мысль или идея какая-то, она появляется так в течение дня по нескольку раз, эта частота растет, и, например, человек это у себя уже наблюдает там больше двух недель, то, в принципе, стоит на это обратить внимание на самом раннем этапе. Если это длится уже полгода, то это 100% невроз навязчивых состояний или обсессивно-компульсивное расстройство, которое нужно будет лечить. А для постановки диагноза должно быть и мысль, и действие, или достаточно одного? Нет, не обязательно, это могут быть только мысли, это могут быть только действия. Иногда так бывает, что человек настолько свои мысли вытесняет, что у него одни ритуалы остаются. Здесь нужно больше смотреть, да, на чистоту, на содержание и насколько это человеку причиняет дискомфорт, насколько это его выбивает из жизни, из его, как бы, социума. Если это очень для него травматично, то он сам об этом сообщит. То есть есть какой-то субъективный в этом фактор? Мешает это жизни или не мешает? Ну, он и субъективный, и в то же время, как бы, он и внешне в каком-то смысле объективный. Там человек, например, начинает пропускать какие-то свои занятия, какие-то свои обязанности, откладывать их. И другие люди начинают замечать, вплоть до того, что перестают выходить из дома, ходить на работу, контактировать с близкими. Это уже крайняя, наверное, степень какая-то, да? Да, ну, это на самом деле не крайняя степень. Это уже, оно все появляется там, ну, скажем так, на первом году невроза. А есть ли какая-то статистика на сегодняшний день? Насколько распространено это явление? Общая статистика – это в среднем 3%. Среди всех расстройств, ну, как бы, это занимает именно обсессивно-компульсивное расстройство. Чаще болеют, скажем так, чуть-чуть чаще болеют женщины. Это не 50 на 50, а это где-то, например, примерно женщины – это 60-65%, а мужчины – 40-45%. А почему это связано с эмоциональной какой-то составляющей? Такая статистика. Да, я подозреваю, что это связано с эмоциональной составляющей, и, наверное, это даже больше, как бы, женщины чаще обращаются. Это же еще, как бы, надо зафиксировать, а в основном статистика это идет какая? Это то, что фиксируется в международной классификации болезней. А ведь сколько людей еще обращается, как бы, неофициально. А 3% – это много или мало? Мне тяжело на этот вопрос ответить. Такое обычное число нет, немного, я считаю. Но это не на первом месте, да? Нет, это не на первом месте. На первом месте у нас, конечно, считается депрессией. Что тут еще можно отметить, если брать такие вот особенности? У мужчин чаще это начинается в детском возрасте, у женщин, наоборот, постарше. Средний возраст обсессивно-компульсивного расстройства – это 20 лет. А так вообще, в принципе, из 10 лет начинается, в 10-14 лет. Но это в основном мальчики обращаются попозже уже, там, у кого 20 лет, уже, как бы, и женский пол присоединяется. 35 лет – это, в принципе, поздний возраст для дебюта обсессивно-компульсивного расстройства. То есть обычно уже после 35 лет не обращаются. А что может спровоцировать на разных этапах в разном возрасте? Ну, вот смотрите, тут и теология. Основное, конечно, все-таки считается, что причина обсессивно-компульсивного расстройства, а точнее, как бы невроза – это различные, ну, как бы психогенные факторы, это психическая травма в первую очередь. Но также не надо исключать наследственность, генетический фактор, хотя не выделен до сих пор ген обсессивно-компульсивного расстройства. Также, например, если вот дети обращаются, это уже как бы из практики, когда обращаются по поводу детей, обязательно обследуем на бета-гемолитический стрептококк группы А, потому что там, возможно, инфекционное поражение головного мозга, не только им, и другими инфекциями. Это обязательно нужно отделить. Это как осложнение будет? Да, АКР здесь уже будет как некое осложнение. В том числе и к АКР также и тики относятся. У детей-то чаще это тиков, в виде тиков бывает различных. Также не нужно исключать серотониновую, дофаминовую историю, и, скажем так, истории с повреждениями головного мозга, гормональной истории, особенно на фоне гормональных изменений у женщин в период послеродовый, в период предминструальный. То есть это тоже бывает обостряет обсессивно-компульсивного расстройства. Если, хорошо, логичным был бы вопрос, что с этим сделать, как помочь, но я немножко попозже это задам. Я хотела бы разобраться, вот как раз уже отдельно поговорить про мысли и потом отдельно про действия, про ритуалы. Что касается мыслительной части, мне всегда казалось, что мысли – это всё-таки какой-то волевой процесс. Можно думать о чём-то, можно перестать думать об этом. В том-то и особенность, и да, такая ещё и диагностическая особенность. То есть человек, он понимает, что это его мысли, что они как бы ему не чуждые, это не откуда-то там, как будто он там слышит голоса или ему кто-то вкладывает мысли. Он понимает, что это его мысли. Но они настолько именно навязчивые, они его как бы тратят у него все ресурсы, они его не оставляют в покое, и он изматывается. Вот есть интересная такая статистика, ну не статистика, а так исследование, но оно ещё, скажем так, не настолько подтверждённое, но меня оно заинтересовало. Посчитали, в среднем у человека в день, ну это где-то 14-16 часов бодрствования, у него 4000 когниций происходит, ну то есть мыслительных операций различных. Из них 500 – это непроизвольные, то есть это какие-то такие вот непроизвольные мысли. Если их разделить, опять же, из этих 500, 70% это будут какие-то обычные заботы. Там проскакивает непроизвольная такая мысль, надо сходить в магазин купить, там что-то ещё что-то, какие-то бытовые там что-то сделать. Это 70%. 30% это уже неприятные мысли, которых человек как бы не хотел бы о них, ну их думать. Из них 18, вот из 30, то есть если разделить 30%, 18% это, ну в каком-то смысле аморальные, например, человек может подумать, о, как хорошо, что моя там бывшая жена заболела, например. А 12, уже из этих же 30, это уже такие шокирующие и скверные. И это, в принципе, как бы у всех людей это происходит так или иначе. Шокирующие и скверные – это уже, например, причинить кому-то вред или себе вред. Это проскакивает, это желание совершить самоубийство, это проскакивает у всех людей. И это в пределах нормы. Это в пределах нормы считается. Не норма, когда это задерживается больше там двух-трех недель и начинает преследовать человека и нарушать его, ну как бы, жизнедеятельность. А почему нельзя себе сказать, вот я об этом думать не буду? Это глупая мысль, она не соответствует вообще ничему. Чем больше человек себе так говорит и запрещает это делать, тем больше, вот как показали просто все эти наблюдения клинические, тем больше этих мыслей у человека возникает. То есть он, по сути, им сопротивляется, пытается их как бы вытеснить, не думать о них, а их еще становится больше. Не работает так, да? Да, работает-то наоборот с точностью. И в лечении, в терапии, навязчивых состояний как раз-таки используют фактор, что нужно идти навстречу этим мыслям и с ними разбираться. Дальше у меня запланированы такие небольшие примеры вопроса, ситуации, с которыми сталкиваются, возможно, все люди каждый день. Такой небольшой блиц-опрос на приеме у психотерапевта. Когда песня, которая приелась в голове, становится вот такой обсессией, может ли быть такое? Да, такое может быть, но если эта песня, она там, допустим, в течение всего дня звучит у человека, уже начинает доставлять дискомфорт, и я говорю, это длится больше двух недель. И каждый день, например, это происходит. А когда одна песня другой перебивается? Ну, это надо по факту смотреть. Нет, ну что, она перебивается другой. Если это опять же начинает приобретать такой вот невыносимый для человека характер, это мешает ему работать, какие-то его действия осуществлять, отвлекает его. Тут надо будет разбираться. Еще нужно будет дифференциальный диагноз, как бы диагностику проводить и отделять. А может быть, это вообще какие-то галлюцинаторные. Моменты. Коллекционирование может считаться ОКР? Или вот, например, мысли о том, что не собрал все какие-то выпуски журналов? Вот, смотрите, да, тут надо отделять. Коллекционирование – это не ОКР. Коллекционирование – это особенности характера, например, человека. Такого именно характера, по сути, склонного к абсцессиям, компульсиям. Но не обязательно, что у него разовьется это ОКР. Он может там всю жизнь заниматься коллекционированием. Все будет хорошо. Он будет педантичным, возможно, как бы таким очень въедливым человеком. А вот когда это ОКРом становится, когда, да, у него из головы не выходит, например, о том, что он вот один журнал он все-таки не собрал. И он себя начинает этой мыслью изводить. У него эта мысль постоянно в голове появляется. Она ему не дает покоя. Вот тогда это ОКРом становится. Или когда он постоянно вспоминает, что у него есть тревога и переживание, что вдруг у него не в его нужном порядке лежат марки, например, в альбоме. И он постоянно туда залазит, перепроверяет их, как-то переставляет. Он уже это сделал несколько раз, но ему все равно нужно это повторить, но проверить. То есть ритуал уже появляется. И он перепроверяет постоянно, чтобы они были в нужном порядке. Может быть, ему так спокойнее. Да, ему так спокойнее, но это именно уже формируется ОКР. То есть утрированная педантичность, это тоже будет ОКРом, да? Да, да. Ситуация, когда люди не выкидывают вещи, боятся, что им это пригодится в каком-то там будущем. Может стать ОКР? Да, да. Вот это вот невыкидывание вещей или собирательство. Это, в принципе, как бы такой один из симптомов обсессивно-компульсивного расстройства. Но как бы это отдельно изолированный такой моносимптом, с которым человек может, в принципе, спокойно всю жизнь жить. И если он ему никак не мешает, то, в принципе, это не повод для того, чтобы ставить такой диагноз. Постукивать ногой, грызть ногти, не знаю, хрустеть костяшками пальцев. Это все в сторону, да, это в сторону, ну, как бы тиков. Ага, это уже действие, это уже не мысли. Да, это действие, которые... Навязчивые мысли асимметрии в одежде, в прическе, в чем-то еще, чтобы все было разложено. Да, да, это тоже симптом обсессивно-компульсивного расстройства. Вот недоверие и сомнения в себе, но вы уже вначале сказали, да, что вот ситуация про утюг, когда там другие бытовые сомнения, служебные какие-то сомнения, да, что забыл что-то... Любой человек может, например, поймать себя на мысли, забыл я выключить утюг или нет, и, например, там даже вернуться домой, если недалеко ушел, или позвонить там близким, чтобы они перепроверили. Но если это происходит один раз, а если человек, например, ну, однократно в течение, допустим, там, ну, сегодняшнего дня или недели, то что бывает же, мы торопимся, голова различными мыслями занята, и, соответственно, может такое произойти. Но если человек зашел домой, перепроверил, все у него оказывается выключено, он вышел, дошел там до лифта, и у него опять появляется мысль, а вдруг все-таки я сейчас зашел, и опять его включил, а не выключил. И он идет опять перепроверяет, а потом опять и опять. Это уже 100% УКР. Ну, и про ипохондрический синдром тоже самое, да, если постоянно думаешь о каких-то болезнях, не существующих. Ну, его сейчас выделили, ипохондрическое, как бы, расстройство в МКБ-10, в отдельный, как бы, диагноз. Но, по сути, по сути, все это, все это расстройство невротического спектра, которые между собой очень тесно связаны, и, по сути, они, как бы, зачастую переливаются, перетекают из одной формы в другую. Ведь при УКР также и сильные тревога, и фобии есть. Вот, кстати, да. Чем отличается УКР от тревожного расстройства? В прошлой программе с вашим участием мы как раз разбирали вот это вот состояние. Получается, УКР – это тревожное расстройство, которое вышло из-под контроля? Наоборот, это тревожное расстройство, которое начинает, человек начинает пытаться очень сильно контролировать. Ну, и там вот эти вот, скажем, особенности, это ритуалы, конечно же, это такая главная особенность. Но и, в принципе, навязчивые мысли, они тоже отличаются от просто тревожнофобического расстройства. Они более четкие. То есть, как правило, они короткие, ну, или это какой-то образ. Как человек, например, хватает нож там и втыкает его там в себе близкого человека. И этот образ вот он преследует человека. При просто тревожнофобическом расстройстве таких, как бы, навязчивых четких образов нету или мыслей. Просто что-то тревожит, а здесь уже все конкретно. Ага. А вот мне попадалась такая точка зрения о том, что вот эти навязчивости, они являются инструментом для снижения тревожности. Это так? Когда ты следуешь ритуалу, например, вот есть навязчивая мысль, понятное дело, на фоне нее тревога, потому что, ну, человек, как правило, эта мысль не устраивает. И если он, например, следует ритуалу, то тревога снижается. Но, опять же, полностью не проходит. И через некоторый момент опять эта навязчивая, ну, тревога нарастает, навязчивые мысли опять усиливаются, и опять нужно совершить ритуал. В каком-то смысле, да, там тревога снижается, но это совсем ненадолго. Это бесконечный цикл. То есть ненадолго отвлекает на себя внимание, получается. А можно ли заранее выявить предрасположенность к этому ОКР и предвосхитить развитие? В качестве предрасположенности это люди, которые с особенностями характера, как раз-таки, обсессивно-компульсивными, так называемыми. То есть это люди с перфекционизмом, с педантичностью. Это люди, которые, в принципе, сильно гневаются или, например, склонны к депрессивной симптоматике. Все это факторы, утяжеляющие течение ОКР. И, конечно же, они тоже являются предрасполагающими факторами к развитию обсессивно-компульсивного расстройства. Но это, опять же, не значит, что оно разовьется. Ну, как человек перестает сам себя контролировать, что ли, и оно развивается тогда? Как раз-таки наоборот, в обсессивно-компульсивном расстройстве больше всего контроля. И если как раз-таки человек был бы не склонен к гиперконтролю, то тогда бы у него, наоборот, с меньшей вероятностью развилось бы такое расстройство. Развилось бы какое-то другое, может быть. А вот это с меньшей вероятностью. Я все равно не поняла, как это работает, этот принцип. Ну, вот смотрите, там же есть некий конфликт. Ну, если взять классический фрейдовский конфликт, то есть конфликт суперэго, это такой вот моральной части, составляющей, и такой бессознательной части – это проживание. И вот, например, ну, если какой-то простой вариант взять, например, человек, вот его бессознательное желает, например, проявить гнев и, например, там ударить другого человека. А очень сильно развитая моральная сторона, вот это вот его суперэго, оно этому начинает противодействовать и еще и винить самого себя же. И в итоге возникает внутренний вот этот вот конфликт, повышается самоконтроль, и может развиться, например, там навязчивая идея, и что, вот я хочу там ударить человека, например. Хотя на самом деле это только была там мимолетная такая вот, как раз-таки непроизвольная мысль из его бессознательного. И если бы он как бы просто… Это же не обязательно, что он ей будет следовать. Он просто, ну, подумал о ней и все. А тут он себе начинает запрещать так думать. И вот в этом самый главный конфликт. И тогда вот это будет ОКР. Ведь и, например, женщины, которые с младенцами занимаются уходом, это очень распространенная такая как бы проблема. Очень много переживаний, что, например, мать боится причинить своему маленькому ребенку вред. Каким-либо образом. У каждой там свой. Есть там более какие-то такие социально приемлемые вещи. Она просто боится, что вот вдруг я его сейчас нечаянно уроню там или как-то там неправильно головку ему поверну. Что-то в этом роде. Вплоть до более как бы тяжелых. А вдруг я его выброшу из окна сейчас. И эта мысль у нее как бы непроизвольно, спонтанно появляется. Там причин может быть очень много. А самое главное, она эту мысль, она начинает себя обвинять, корить за это. Начинает думать, что я, да, потеряю сейчас, возьму, потеряю контроль и действительно так сделаю. Хотя на самом деле она так никогда не сделает. Она начинает себя корить и, соответственно, приводит себя в обсессивно-компульсивное расстройство. Таких обращений достаточно много. И с этим можно как-то справиться, остановить при помощи обращений именно к специалисту. Да. С этим надо обязательно работать. Потому что ОКР, если им не заниматься, его не лечить, то он может приобретать уже в каком-то смысле хронический характер, когда идет уже такая, скажем, невротическое изменение личности, травматизация той самой личности. И там уже человек очень сильно от этого страдает. И есть, например, такая статистика, что при ОКР суицидальные мысли на протяжении жизни у 63,5% людей возникают. А суицидальные попытки у 46%, почти половина людей, страдающих с ОКР, совершают суицидальные попытки. То есть если этим не заниматься, это человека в итоге приводит вначале в потерю ресурсов внутренних. Потом идет редукция вот этого самого энергетического потенциала, потом возникает депрессивное уже расстройство на этом фоне. А, кстати, ОКР, оно ослабевать начинает, потому что уже сил нету с этим бороться. Но уже развивается депрессивное расстройство. И там уже как раз такие суицидальные мысли появляются. Все это взаимосвязано. Владислав, мы вынуждены сейчас прерваться, но мы в следующем выпуске обязательно вот как раз с этого места продолжим. Разберем, что же, собственно говоря, делать с тревожным расстройством, как помочь, чтобы таких последствий не было. А на сегодня это все. Вы смотрели программу «Разговор по душам». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова